В «Правде-24» с молодыми актрисами мы обычно говорим про их новые проекты, иногда про старые проекты, однако биографические, вводные наши сегодняшние гости подвигли меня на несколько другой. Начало Ольга Ломоносова у нас в эфире. Приветствую. Здравствуйте. Сейчас расскажу, в чём дело. Садитесь. Оля, прежде чем мы поговорим про сериалы, спектакли, фильмы, я хотел бы вот что спросить у вас. Вы ведь родились в Донецке. Да. Когда вы там были в последний раз? В последний раз я была как раз, ну, мы чуть ли не последним каким-то заездом туда, я имею в виду артистическим, съездили со спектаклем «Старший сын». Это было в апреле прошлого года. Ну, вот уже была сложная ситуация, и уже нам многие говорили, зачем вы туда едете, вы обалдели и так далее. Мне было это очень важно, потому что, в принципе, редко я бываю там. Там похоронен папа и бабушка, дедушка. У меня там родственники, живущие до сих пор. И очень было, ну, как бы важно для меня, что мы съездили. Хотя, ну, какая-то ситуация была уже не, уже, понятно, сложная. Ну, вот как раз после этого там начались такие прям чик-чик-чик-чик волнения. Ну, и сейчас... А вы говорите, родственники до сих пор там, вот, невзирая на всё, вы общаетесь? Да. Ну, общение наше так, вы живы? Живы. В семье вообще вы обсуждаете эту тему или у вас... Конечно. Ну, мы обсуждаем в большинстве случаев с моей мамой, потому что она из города Киева, и для неё это понятно, что у неё там очень много друзей, и она всё время на связи, где взорвали, где стреляли, где чего и что происходит. Ну, не могу сказать, что я в это во всё стараюсь как-то внедряться. Я совершенно не понимаю, кто прав, кто виноват. Вообще не понимаю, правда. И даже когда она находилась на Украине, я смотрела их новости, ну, вот, ну, вообще непонятно, стреляли. И эти вроде бы как бы бандиты, и эти бандиты. Бандиты в бандиты стреляют, а виноватые, вернее, жертвой являются мирные жители. Поэтому это, конечно, очень всё больно, сложно. А вы учились сперва в Киеве, потом учились в Москве. Ну, я в Киеве закончила школу, хореографическое училище, а потом уже приехала сюда, поработала два года в театре Станиславского Нероча Данченко музыкальном, а потом уже поступила в Щукинское училище. То есть мне такое... Да, будучи балериной... Да, конечно. А вот странный такой выбор, потому что балетные, они так же, как спортсмены, они достигают, ну, мировой славы. Если вот вы поспрашиваете у кого-нибудь, там, я не знаю, в Португалии или Японии, кого они знают из наших, они, в общем, артистов не назовут, режиссёров. А балет и спорт дают возможность прославиться во всемирном масштабе. С чего вдруг вот оставили? Не получалось у вас ногами? Ну, прославиться в мировом масштабе у меня бы не получилось ногами. Не получилось, да? Ну, знаете, просто мне в какой-то момент стало... Дело не в том, что я мечтала прославиться. У меня не было такого... Такой задачи. Просто мне как-то стало тесновато. В балете? Да, ну, потому что я не могла танцевать партии, которые бы я хотела. Не потому что у меня физически не было таких способностей. Просто есть какая-то иерархия. И то, чего я достигла, грубо говоря, в Театре Станиславском музыкальном, ну, навряд ли бы я прыгнула ещё куда-то, ещё куда-то. Ну, то есть я танцевала эпогеи моей балетной карьеры в Театре Станиславского. Это было четыре цыганочки из балета Эсмеральда. Но я уже не говорю про то, что я продолжала при этом танцевать. Даже не танцевать, это сложно сказать. Это такой меманс в балете Снегурочка, народ. Ну, и так далее. То есть это всё было, и мне в этом, во всём... То есть у меня не было развития. И мне стало тесно, и я решила попробовать. А про вот этот путь, про карьеру актрисы. Вы, будучи там девочкой маленькой... Нет, не мечтала. Задумывались никогда? А кем вы мечтали быть, когда были с ребёнком? Когда я была маленькой, совсем я хотела быть ветеринаром. Так. Причём я хотела работать в обезьяннике, где воспитывают обезьян. Ну, вот какой-то такой. А потом всё, когда меня дали танцевать, тут уже как-то так предопределено было. Во сколько лет? Сколько вам было? Я сначала художественной гимнастикой занималась долго, потом я занималась в школе олимпийского резерва у Дзирюгина. Это было тоже, естественно, у тебя вариантов никаких нет. Это только тебе впереди олимпиады, и всё. Ну, а потом после того, как я закончила со спортивной карьерой и пошла в хореографическое училище в 10 лет, все дети идут в 9, я пошла в 10, я опоздала на год. Всё. Ну, там вообще вариантов нет. Ну, то есть, если ты не становишься артисткой балета, ты неудачница и вообще, ну, как бы ты себе другого не видишь. Вот и всё. Все мои мечты. А в балет вы пошли, потому что у вас с предметами не получалось в художественной гимнастике? Ну, я боялась предметов, но как-то все мне прочили, говорили, такая артистичная, такая какая-то тоненькая, такая прям звонкая, прекрасная. Почему ей? Зачем спорт? Ну, и вообще у меня не было спортивного характера, у меня не было жажды победы, стремления. Мы коротко с вами переговорили перед началом эфира, что я очень удивился, что, оказывается, у девочек, у спортсменок юных на сборах тоже вот практикуется то, что принято называть дедовщиной, что есть какие-то тёмные разборки. Вы были жертвой или вы были как бы... Нет, я была жертвой, была самая маленькая всегда. Так. И поэтому я была жертвой. Я вынуждена была носить тазы, тазы салатов, оливье. Ну, потому что, если ты не принесёшь, то... Я должна была прятать под своей подушкой еду. Ну, потому что, если находится еда под подушкой на сборах, то наказывается вся комната. Так. Поэтому старшие избагривали нам. Так если вся комната наказывается, то... Ну, понятно, комната маленьких. А, понял. Поэтому старшие. Потом, если мне привозили... Всегда папа находил возможность мне, где бы я ни была, на каких бы сборах ни была, всегда были какие-то знакомые, которые привозили мне еду. Там, либо мешок яблок, либо ещё что-то. Я с этим мешком не успевала дойти до своей комнаты, потому что... Ломанос, вот, давай. Ну, и, в общем, всё. На нашу комнату не доставалось ничего. Ну, а какие были вот репрессивные методы, что могли, как, унизить или физически как-то воздействовать? Нет, ну, вы знаете, нет, нет. Физически только так, что... Это вроде бы как тебе добро. То есть, когда тебя растягивают, ты орёшь, а всем всё равно. Когда иголки держат под ногами, когда вот тебя растягивают, и вот нога в шпагат, и вот здесь вот иголки. То есть, они получали от этого, конечно же, особое удовольствие, что их мучили так. И теперь они также продолжают мучить этих маленьких. Но я была... Ну, а вы до той стадии не дошли, когда это всё в обратку? То есть, когда вы там... Нет? Почему? Не все доходят до этой стадии? Ну, во-первых, я действительно не доросла до... Я как была маленькая, так я как маленькая и ушла оттуда. То есть, я не было... Я даже не помню, кто был меньше меня. Не было их. Я и моей подружкам были. Нас было две жертвы. Ну, как-то... Да нет, у меня не было, что... А вот я, когда вырасту, я тоже буду иголки вставлять. Да не было у меня такого. Правда. У меня нет никакой злобы. И, наверное... Да спасибо им. И характер у меня. То есть, это школа, да? Как бы я была бы совсем, да. А в хореографическом... Вы в Киеве, да? Да. Там были вот эти элементы? Нет, нет, я этого не помню. У нас была очень строгая педагог. Вот это было. Как её звали, вы помните? Конечно, Валерия Ивановна Сулегина. Это мой учитель, мой гуру. Человек, которому я ужасно благодарна, потому что помимо ног мне выстроили голову, если так можно сказать. Да. Потому что первые картины, первые рассказы... Ну, не только же надо смотреть на картину, надо её понимать. И вот я помню, мы танцевали Минуэт, она показывала нам Вато и говорила, видите, как головка. И вот я прям помню, что у меня прям ассоциация, я прям помню эти картины. Там она много... Она вот как-то, несмотря на то, что мы стояли в купальниках, замерзали иногда в зале, когда она долго-долго рассказала, она рассказала о судьбе Рахманинова. Мы очень много слушали музыки. И если нам ставились какие-то номера, то это были непросто. Это был Вивальди, Рахманинов, Бах. И я танцевал себе номер, где я была центром, солисткой. Это был Бах. И вот как она меня заставляла... Я что, я маленькая, что я там понимала, не знаю. Но вот как она меня телом заставляла почувствовать эту музыку. Поэтому нет, Валерия Ивановна, это учители и по жизни учители, и как она строго относилась к подаркам. Вот это вот ненавидела. Просто когда мамы в какие-то праздники, вот это, знаете, конфеты. Ну да, да. Это вот Валерия Ивановна, это было невозможно. Даже что-то такое ей просто от души преподнести невозможно. Она напрочь это все отрицала. И вещизм... Я помню, как ко мне подходила мама, говорила, «Оля, у тебя джинсы стерлись, надо сходить на рынок». А я маме объясняла, что на рынке только люди, которые далеки от искусства. А мы, люди, которые близки к искусству, а мы вот этого вот вещизма-то нет. Или меня родители ужасно заставляли, прям просили, «Оля, поехали на море летом». Говорю, нет, надо ехать в деревню и думать. Потому что Валерия Ивановна считала, что на морях, а мой отец строил в ВТО в Мисхоре корпус, и у нас была возможность поехать отдохнуть именно туда. И мы каждый год туда ездили отдыхать. И я говорила, «Валерия Ивановна, там артисты». Что там за артисты? Настоящие артисты. Они мучаются, они думают в деревнях. А не вот это вот на морях. Ну, а в результате, как вы считаете, как она отнеслась к тому, что вы фактически ушли же из... Она ужасно рада за меня. Да? Вы общаетесь? Да, мы общаемся. И я привозила... Мы привозили спектакль «Пигма Леон» в Киев. Что я пережила? Я так не волновалась, наверное, даже на премьере. Потому что в зале была она. И как она его разбирала. И я подумала, как ужасно, что у меня нет возможности с ней общаться вот все время. Ну, потому что для меня бы это было бы очень важно и ценно. Потому что она невероятный человек. А вы, допустим, с... У вас же так получилось, что супруг, он и режиссер. И в том числе он вас, так сказать, вот по этому назначению тоже использует как актрису. Вы с ним советуетесь всегда или только когда работаете у него как актриса? Ну, вы имеете в виду в кино? Да, в кино, в театре. Или вы считаете, что это такие совершенно не смежные области? Нет, это смежные. Да. Это смежные. И Паша мне очень много помогал, особенно раньше. Сейчас, если... Ну, я как бы набралась сейчас немножко опыта и, наверное, где-то что-то я... Вы только озвучите полностью, потому что вы так говорите, Паша. А, мой супруг Павел Сафонов. Да, да. Спасибо. Сейчас я набралась немножко опыта и где-то я... Да ладно, я сама сделаю. А раньше я очень к нему часто обращалась. Или есть ли роль для меня и она не совсем понятная. Что я очень люблю, но тогда я начинаю с ним как-то косвенно. А вот как ты думаешь, а вот здесь вот... И он иногда может одно слово сказать, за которое я цепляюсь, а дальше уже выстраиваю сама. Ну, сама, с режиссером, если везет. Просто с режиссерами не очень. Мы подошли к вам, к вашему, ну, как у вас принято говорить, крайнему проекту, чтобы не управлять прилагатель на последнюю. Это «Косатка». А насчет «Косатки» вы советовались с Пашей? Нет? Не его совсем, да? Это тема? Вы расскажите немножко про этот сериал, да? Ну, просто... Ну, просто как-то, наверное, была героиня, мне понятно. Наверное, она... Она не очень сложная. Не очень сложная, да? Но как, это ведь... Она же юрист, я так понимаю. Аналитик. Она аналитик. Аналитик, да. Ну, расскажите немножко, да, это же сериал сейчас идет на Россию, поэтому, наверное... Ну, что тут рассказывать? Нет, ну... Нет, ну, она... Да, она жила в городе... в Санкт-Петербурге, приезжает она в Кострому и поселяет ее работать в некий отдел, в котором полный развал, делают, что хотят. Три прекрасных парня, это Сергей Астрахов. Все влюблены? Нет, сразу же не влюблены. Они, думаю, тут чуть такая приехала строптивая. Сейчас мы ее быстренько... Ну, она по сценарию имеется в виду, прям вот как я актриса ее играющая, то есть красотка-красотка, или как? Там же по-разному же бывает. Ну, что видим, то и играем. Понятно. Ясно. Вот. И они ее решают укротить. И думаю, там спорят на нее. То есть тоже, да, дедовщина такая, да. Ну, спорят на нее, говорят, ну, вот кто первый там с касаточкой. А, так. А в итоге оказывается, что да, все влюбляются. И потом она начинает ими крутить, в итоге не выбирает никого. А по жизни вам знакомая такая тема, крутить? Нет. То есть вы не манипулируете мужчинами? Ну, мне кажется, нет. Я, правда, я не... У меня никогда не было каких-то таких вот, чтобы, знаете, мне вот я открыла окно, а там Rolls-Royce стоит. Или там, Олечка, вот возьми, там тебе колечко. Нет, я никак-то не... Ну, он может быть такой экзистенциальный, Rolls-Royce не обязательно, прямо из металла. А вот, кстати, я вспомнил, вы же рассказывали в одном интервью, что в театре было, что вы были любимицей там, а потом пришла, по-моему, женщина на это место, режиссер, и вас уволили. Что-то такое было. Нет? Не было такого? Вас никогда не увольняли? Нет, меня увольняла. Нет, почему? Меня увольняла Хромкова за... Да не знаю, за что. Просто я как раз в то время была занята в небезызвестном сериале «Не родись красивой», и как-то ей казалось, что я мало появляюсь в театре. Театр какой был? Театр Станиславского, который он сегодня открылся заново, с новой жизнью, надеюсь. Ну, до Хромкова ведь кто-то был... Владимир Владимирович Мерзоев, да. Да, и у Мерзоева вы любимицей были. Да, было дело. А потом, ну, так... Нет, потом Владимир Владимирович просто ушел из театра, к сожалению. Вот он ушел, и пришла Хромкова, и... И тот коллектив, который он набрал... Ну, не стало, да. Ну, а потом пришел Галибин, решил Ломоносова вернуть. Но тоже не сложились у нас с ним взаимоотношения, и... А вас как прям выживали, или просто вот сказали... Нет, я просто пришла в театр, увидела о том, что благодарим за сотрудничество. А, вот так вот? Да. Так это делается у вас? Да. Это... Я просто пришла к ней, мы стали с ней обсуждать, но я поняла, что мне бороться как бы нет смысла. То есть зачем мне работать с режиссером, которому я не нужна как артистка? Это личностный конфликт, был ли творческий? Честно. Да какой творческий, я не работала с ней ни единого дня. Нет, ну, может быть, она вас не видела. Да нет, я думала, что это все было проще. Было так, что в театре нужны всегда свои люди. Так. Были ее студенты, по всей видимости, которым нужна была работа. А тут какая-то артистка, которая непонятно что делает, играет один там спектакль, по-моему, мы играли, Мерзоевский. Зачем она мне нужна? Да вычеркнем. Не хочет работать, до свидания. А с Мерзоевым вы как познакомились? То есть вас кто-то познакомил, или он вас увидел? С Владимиром Владимировичем я познакомилась, я на третьем курсе показывала актрису, с которой мы играли прекрасные люди, спектакль, кстати, Павла Сафонова, на нашем курсе. И девочка играла Веру, Верочку, это по месяцу в деревне. И я показывала ее в театр, в Бахтанговский. Пришли на показ Максим Суханов и Владимир Мерзоев. Взяли меня на роль Кордели в спектакле «Король Лир». И я на третьем курсе уже знала, что у меня есть роль в театре Вахтангова. А, то есть ждали, да? Так я зашла в театр Вахтангова. Ну и все, вот так познакомилась с Владимиром Владимировичем, и я в театре Вахтангова играла Корделио. С Сухановым и Сухоруковым. Есть режиссеры, с которыми вы не работали, но вам бы хотелось бы. Слушайте, я не работала на самом деле ни с кем, кроме Владимира Владимировича и Павла. Поэтому я бы работала бы... Очень дипломатичнее, вышла Ломоносова. Да, я бы работала... Я открыта к предложениям, и я бы очень хотела, правда, попробовать какую-то иную режиссуру с удовольствием. А вот мы обсуждали, да, вот то, что вы с режиссером слэш-супругом вашу работу иногда обсуждаете. А вы ему иногда можете сделать замечание, вот, как... Не как мужу, а как режиссеру, не связанному с теми проектами, где вы участвуете? Или вы про это не... Про что вы вообще разговариваете в семье, когда вы же разговариваете, наверное? Про все, что угодно. Но такая возможная схема, что вы ему скажете, что... Просто последнее время, надо посмотреть правде в глаза. Я выпустила с Пашей много спектаклей. И за последнее время, кроме студенческого спектакля «Сом в летнюю ночь», который он поставил на курсе Владимира Владимировича Иванова, «Везде играла я». Так сложилось. Не потому, что я такая зубастая, конечно же, а потому что, ну... И единственный спектакль, который он выпускал со студентами, он меня попросил прийти, я вообще туда не лезла. Но поскольку там не было возможности художника по костюмам взять, поэтому я пришла, и Паша говорит, я совершенно не понимаю, во что их одевать. Это «Сом в летнюю ночь», «Шекспир», это должно быть как-то... И я помогла немножечко им подстроить костюмы. Ну, то есть чуть-чуть я там говорила, а мне кажется, вот... А вот «Титанию» можно надеть вот так. А вот этой девочке, наверное, стоит убрать волосы, потому что... Это просто с художественного взгляда. Я понимаю. Ничего другого. Тем более «Сом в летнюю ночь» я играла. И вот девчонка, которая играет у них «Гермию», я ей какие-то там просто чуть-чуть вещи... Потому что он говорит по одному, а я говорю по-другому. Я говорю как артистка, которая может посоветовать, как взрослый мэтр-товарищ, ну, не мэтр, а просто товарищ, подсказать ей. И вот это все. Я в режиссуру ни в коем случае не лезла. А в проектах, где играю я, стала позволять себе. Есть такое, да. Не то, чтобы я лезу глобально. Он меня может переубедить и сказать, но где-то какие-то вещи. Я говорю, Паш, ну, мне кажется, что вот, ну, подожди, ну, вот это, вот это. Но я уже не говорю про свою роль, где я без конца спорю. А вообще режиссура – это мужская тема, как вы считаете? Почему так мало? Ну, мне кажется, да. Хотя есть же женщины. Есть, конечно. Ну, это определенно, как есть, практически нет же женщин-операторов. Но есть, и это единицы, которые, да, ну, это мужская. Вообще мужчины, они талантливые, прекрасные, вас надо прям. Вот вы говорите, что не манипулируете. Ну, прям вот просто сидит такой матерый манипулятор. Раз-раз и дергает, дергает. Я прям почувствовал, как вот эти ниточки. Значит, мы финишируем такой «Игрой в правду». Да. Это весь такой проект, мы позаимствовали его, не его, а элемент вот с этими вопросами. Вопросы не маленькие, вопросы, соответственно, из этого спектакля, кино и проекта. Как это выглядит? Вы выбираете наугад фишку из этого чудо-мешочка. И такого же цвета потом карточку. Так, и это будет голубая, да, любая голубая карточка. Там вопрос записан, вы его дочитали. Вопрос на подумать. Вам иногда кажется, что вы умнее большинства ваших друзей? Нет. Так, только, вот я всегда говорю, что так умные люди так отвечают. Нет, не, Кали, вы что, я... Нет дерева. А вот мы говорили про мужчин и женщин. В целом, женщины умнее мужчин? Нет. Нет? Нет. Они другие? Женщины хитрее. Женщины могут быть хитрее, но умнее нет. Так, три у нас будет. Так. Вопросы. Нет. Красная. Красная. А давайте я вот так, если не подряд, буду... Да, да, нет, вы любую. Откровенный вопрос. Вам снился эротический сон с человеком, который на самом деле вас раздражает? Или вызывает отвращение? Нет. Нет. Вообще, мне редко снятся эротические сны. Иногда они очень неожиданные, но чтобы раздражал или отвращал, нет, такого не было. Ну и крайний, как принято вас говорить. Так. Белый. Это свободный вопрос. Это значит, я вам соберусь что-то вот задать. Но я на самом деле воспользуюсь тем, что вы на желтую не отвечали, на неловкие вопросы. Это неловкие, да? Да. Желтые почему-то. Вы когда-нибудь отзывались плохо о песне исполнителей, которые на самом деле вам тайно нравятся? Нет. Нет, ну как, ну допустим, это ваша коллега, и вы на самом деле считаете, что сыграла она там не очень, или вы, вы же не будете говорить в глаза, или вы можете сказать человеку в глаза, что... Нет, а здесь когда-нибудь отзывались плохо, а на самом деле вам тайно нравится. А, а вот так вот, да? Звучит достаточно, вот то, что вы задали, это как раз более такой каризм, я бы сказала. Ну да, 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 это же, я так вот и вот... А этот вопрос зачем, наоборот? Странно было. Так много в жизни негатива, что когда есть за что похвалить, так и... Эх, и молодцы, и здорово, а зачем же ругать? Есть за что похвалить Ульгу Ломоносову, за это мы ей дарим книгу. Это 24 кадра про женские истории, это сборник бесед с вашими коллегами, да, в этой студии, надеюсь, что мы с вами не последний раз разговариваем. Я тоже надеюсь. И наши беседы когда-нибудь пойдут тоже в одну из этих книг. Вам большое спасибо. 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 Спасибо.